Сокращение врачей, сокращение жизни. Акции протеста против оптимизации медицины прошли в десятках городах области. Участники выступали за доступное здравоохранение. Из-за реформы, которую проводит региональная власть, многие сардовчане не могут попасть на прием к врачу. А некоторые вовсе гибнут, не дождавшись скорой помощи. Между тем, областные чемновники рапортуют лишь об успехах. Больной вопрос в репортаже Анжела Брик. У вас есть бесплатное образование или по-настоящему бесплатная медицина? Есть или нет? Плечом к плечу здесь стоят и пациенты, и врачи. У них одна беда, которую чиновники называют модным словом «оптимизация». В словарях этот термин обозначен как «выбор наилучшего варианта». Но Свердловские власти трактуют его по-своему. Оптимальным у них считается закрытие больниц и сокращение медиков. Поэтому акцию протеста участники начинают за упокой. С минуты молчания в память о жертвах реформы. Зоя Ефимова недавно похоронила дочь. Наталья умерла от приступа астмы, не дождавшись приезда скорой помощи. Из Азбеста в Ревтинске неотложка добиралась 40 минут, рассказывает мать. Теперь у нее на руках двое внучек. Горе женщины разделяют и другие свердловчане. Передо моей дочерью еще умерла женщина, 28 лет. Она тоже ждала два часа скорую, чтобы ей восстановили сердце. У нее было плохо сердце. И она так не дождалась. Она ждала два часа. Тоже осталось маленьких, малолетних, двое детей. Сколько можно это терпеть? Акция протеста против оптимизации медицины в выходные прокатилась по всей области. Люди жалуются на то, что система здравоохранения в последние годы сделала огромный шаг назад. Десять лет назад жители глубинки радовались тому, что медицинская помощь вернулась к ним в виде фельдшеров и врачей общей практики. Сейчас многие снова ездят в больницы в соседние города. Вот я, допустим, два дня с переломом ноги ходила, чтобы мне попасть в хирургу. Я попасть никак не могла. На третий день я поехала, 7 часов занимая очи, чтобы мне попасть в хирургу. 30 человек. На всех этих врачей одна была. И вот в отделении столько было больных, а врач одна. Разве можно ей справиться с такой заболеваемостью одному врачу? Ну зачем же их сокращать еще, а? Зачем? И так их мало. Областные чиновники все это объясняют нехваткой денег в бюджете. Однако почему сэкономить решили именно на здоровье, непонятно. Как нет денег? Если покупать вот эту башню, которая у нас по 20 лет стояла бесплатно, за 500 миллионов рублей, разве будут деньги? Если так хозяйничать, денег никогда не будет. Если воровать, если деньги вбухивать на какие-то коммерческие проекты, которые не дают никакой отдачи, то денег никогда не будет. Областной Минздрав тем временем отчитывается. По его данным в регионе все прекрасно. Рождаемость растет, смертность падает. А все жалобы пациентов – это спланированная акция по дискредитации чиновников. Мы хотим еще больше жертв, наверное. Так я расцениваю политику сегодняшнего Министерства здравоохранения. Почему? Потому что когда мы были на заседании в Думе, он сказал, у нас все хорошо, никаких проблем нет. Когда я ему говорил, ну как, у нас же есть люди, умирают уже от того, что им не вовремя была предоставлена медицинская помощь, он говорит, это частные случаи. Частные случаи, похоже, в статистике отмечают как погрешности. Поэтому жителям остается лишь гадать, сколько еще нужно жертв, чтобы за галочками в своих ведомостях чиновники наконец увидели кресты на кладбище. Анжела Брик, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.